Здравствуйте! Новое утро у нас выдалось туманным. Всю ночь грохотал по крыше дождь, а под утро он прекратился. Но даже совиный долг, который находится совсем недалеко, просматривается сквозь дымку. Скрытое очертание деревьев на краю деревни. Вовсе не видать леса, но у собак великолепное настроение. Они составили мне компанию и развятся на дорожке, по которой сегодня еще не проезжала ни одна машина. Надеюсь, что дожди прекратятся. Прогноз благоприятный. И, вероятно, сегодня удастся хотя бы что-то сделать по дому. Тем более, что одна идейка у меня уже появилась. Однако речь идет вовсе не о приборке. Я имею в виду листочки, которые еще остались. Только-только-только стоял снег. Дико влажно. Ну, хоть здесь успела что-то сделать. И как же меня сегодня, когда я смотрела из окна на улицу, порадовали новые цветы. Да, Веся, равно как и вы с Бонифацией. Устроили вардак в домике с самого раннего утра. Настроение приподнятое. Еще один признак того, что погода действительно будет меняться к лучшему. Да и Боня сегодня долго не сидел в избушке. Отправился прогуляться, вновь вернулся. Перемазал все грязными лапками. И снова отправился шнурять по окрестностям. А идея у меня возникла следующая. Я хотела легким движением руки поправить заборчик. Думала, что перекосила из-за того, что, как обычно, по весне играет земля, когда тает снег, исчезает лед. А заборчик сказал, жалобная хрусть. Ну что ж, будем демонтировать. Собственно, нужен он был для того, чтобы маленький Роска не убегала от песочницы, если мы отлучили с Машкой. Но Росян вырос. По его просьбе песочница демонтирована. Это место еще не задействовано конкретно. Ну и чтобы собаки по клумбам не шастали. Все-таки жалко цветочки-то. Однако собаки ведут себя достаточно корректно. Перемещаются только по камушкам и на клумбы после того, как стоялось, не к ней лезут. Значит, попробуем все это убрать. Не понравится. По-любому новые основы столбы надо делать. Впрочем, поглядим. Честно говоря, эти красивые коряги тоже достаточно ветхие. И очень здорово мешали мне при проведении клумб в порядок. Ладно, разберем скорее. Во всяком случае, все течет, все изменяется. И потому надо что-либо предпринимать. Ну что, набегались? Пошли домой, пошли. Наигрался. Или в избушке продолжите. Тогда лучше оставайтесь здесь. Хотя там, вероятно, тоже приятно будет повозиться. Собаки предпочли остаться во дворе, пока я таскала дрова к печке. Просочился бонифаций и прикурнул на кроватке. А на свет божий появился шуруповерт, который сейчас при демонтаже мне будет крайне необходим. А туман, между тем, не рассеивается. Пелена поглощает звуки, только поблизости, около дома, слышно еще пение снегирей и синичек. Ничего, скоро разгонят. И посмотрим, вдруг наконец удастся увидеть голубое небо. И вот я морально, материально готова к демонтажу. Ну, посмотрим, что получится. Нет, симпатично смотрелось. Особенно вот этот вот мух меня с грибочками радовал всегда. Но цветы, кстати, было очень плохо видно издалека. Особенно сейчас, когда пойдут низкорослые первоцветы, рассматривать их будет крайне неудобно. Не полюбуешься. Ладно, начнем помалясь. Ну вот, дело пошло. Взялась распитать дикий виноград, который странным образом пустил корни даже на пеньке. Уже гнилом, никуда не годным, питаясь древесиной. Ну, какая корневая система. Так, ну теперь надо подумать. Кстати, он и здесь прирос. Куда бы его посадить? Ладно, сначала демонтаж, потом найдем местечко. Кстати, Веся, кто спер банку из-под кильки, в которую я намеревала складывать саморезы? Коварная собака. Вот глаз да глаз за тобой нужен, а? Она же вообще-то чистая была. Но теперь уже вряд ли. Как все интересно. Да ладно уж, иди гуляй. Я сама справлюсь. Пока я сокрушала заборчик, назовем это мягкое изменение младшафтного дизайна, каря заняла место на своем пенечке. Сухенькое, приятненькое. Ну и наблюдательный пункт неплохой. Хотя бы какую-то окрестность, созвешение можно обозревать. Но я обозреваю плоды своих шкодливых рук. Такое ощущение, что стало как-то попросторнее. Ну, конечно, избавиться от еще сохранившихся каря покрытым мхом я не смогла. Все-таки какая-то зелень зимой, помимо хвойных. Ах, букет еще на что-то предстоит менять. Елочка как-то выше стала. Ну и теперь здесь все надо приводить в порядок. Откопался старый чугунок, который я с удовольствием отдам некие. Какой-то допотопный штырь случайно попал под лопату. И вот, что получилось. Так, старый трутовик тут явно не уместен. Ну, пень замаскируем. И надо поменять расположение камней. Или хотя бы добавить несколько новеньких. Ладно, продолжим. Да, ломать-то все быстро. Вот как все сделать получше, следует подумать. Ну, а виноград я пересадила на ту сторону ручья к забору из хлипкой сетки Рабицы. Здесь она куда удачнее. Старое производство. Там он великолепно проживется, потому что я начерпала ила и залила его корневища. Тут он тоже сгораживал цветы. И хотя и красиво смотрелся по осени, но тут его и так предостаточно. Будем декорировать еще и задний забор. Так, ладно. Краткая пауза. И приступаем. Каря поменяла местечко для полеживания. И обозревает, что же я тут наворочила. Ну что ж, как-то, ну не знаю, мне нравится. Вообще, когда что-то меняешь, смотрится совершенно по-другому. Интересно мнение Ники. Надо будет сейчас прогуляться в совиный долг и похвастаться. Ну, а затем пройтись по верхам к останкам скотных дворов. Возможно, там найдется и разноцветная ива. Я сегодня намерена приступить к очередной корзинке. С Никиными кашпо закончено. А то, к чему я так же атерпортую. Но осталось подмести. Нет уж, когда посуше станет. Сейчас что-то совершенно неохота этим заниматься. Это то, что называется мартышкин труд. По-любому. Только грязь разведу. Ладно. Кое-что уже сделано. Ну, а пока губкой толком не займешься, надо действительно куда-нибудь пройтись. Пойдем гулять? Пойдем. Сейчас вещики свистнем и отправимся. Вот оно. Угу. Нет, сначала показалось, что у меня за спиной из Никиной спальни раздалось. А у елки, оказывается, пошел период гнездования. Сиделся, губанос или нет? Да, сидели мы, понимаешь, за кофейком, и вдруг появилась птица, которую я никогда раньше не встречала. Дубанос. Толком рассмотреть не успела. Теперь вообще на птичек только к Ники приходить любоваться. Скучаю по своим. Ну, все. Закончен корм. И убраны кормушки. А кто-то еще про птичика видео снимает. Ну, это, поясница, несколько позже. А откуда у тебя такой можжевельник с ягодками? Да. Я сначала думала просто ветки брошина. Нет. Такие крупные. Я его купила в химках в питомнике. А ты сегодня сажала подснежники? Угу. А ты знаешь, что я сегодня сделала? Я разнесла забор около крыльца. А-а-а. Ты представляешь, что трючка вышла, обозреть в тумане, чтобы было видно. Хотела столбик поправить, а он хрустнул. Как результат. Я снесла все. Так что у меня там все изменилось. Мне любопытно, понравится тебе или нет, когда ты увидишь. Я зайду, посмотрю. Угу. Я взял и помню. Ты посмотри на это снегиривное тишение. Все мои к тебе откочевали. Так что ничего удивительного. Странно то, что они вообще сейчас около деревни находятся. Они обычно в это время давным-давно в лесу. Ну, вообще-то только начало апреля. Так-то что там в лесу делать? Так я их в середине марта в прошлом году не видела. Вообще. Так, единичные экземпляры порхали, и все. Ну, им просто у нас понравилось. Ну, это потому что и приехал. Заманул из города. Ох, у тебя уже ссыла вся в бутончиках. Красиво. А суккуленты, слушай, как будто бы и зимы не было. Они вообще офигенные. Я больше не буду мульчировать. Ты, смотри, засыпать все торфом. Как будто петужатка. Красота. Ой, манжетка полезла. Смотрится, как экзотическое растение. А, кстати, их продают. Манжет? Да, их продают. Ну, их же выводят разные сорта. Да, обычные. Посмотришь, обычная манжетка. Хм, странно. Ну, вообще, она считается лекарственным растением. Она красивая. Достаточно сильным. Вот. В общем, подснежники, я, знаешь, размахнула. Сначала сажать, а потом фигак, они уже кончились. Ты знаешь, та же самая ситуация. Я тебя еще останавливала, говорила, много не давай. Самое красивое было с Кедриком вместе. Мне и тут очень нравится. Но у меня же еще те, эти краснодарские, ой, не краснодарские, а калининградские. Я их буду потом сажать, когда заморозки уже. А где у тебя? А, вот это? Ракушки валяются драгоценные. Да, здорово. И, по-моему, они у тебя с маргаритками. Напомни мне еще раз, чтобы на видео осталось, как вот это называется. Магония подуболистная. Я помню, что похоже на магнолию. Магония подуболистная. Нет, я хотела бы ее... Магнолия, магнолия. ...у себя размножить. Она же вообще не сбрасывает листики. Она поросли дает, да, если для их родительства. Ладно, пойду я порыскаю в окрестностях по Иве и опять засяду плести. Ну, а кашпую, я тебе даю доплету, когда они высохнут, и возверну. Ой, просторы. Там, кстати, большая птица с ней. Не успела разглядеть, что она. Вряд ли, аист. Впрочем, я в том направлении сейчас и отправляюсь. Большая птица оказалась ястребом. А мы поднялись наверх, туда, где раньше располагали скотные дворы. И в котловане, откуда после их исчезновения брали песок, в затончике плавали две утки, которые при нашем приближении унеслись неведомую даль с недовольным кряканьем. Да, все сейчас залито водой. Любая выемка, любая канава. Но той Ивы, за которой я гоняюсь, здесь не нашлось. Досадно, обидно. Ну, что поделаешь, будем работать с доступным материалом. Ох, как же придавило снегом траву. Идешь, словно по пружинящему ковру. Так вот, не забыть потом на предмет клещей осмотреться, когда вернусь к дому. Ладно, пройдусь еще немного. Но, как говорится, отсутствие результата уже результат. Не повсюду подходящая Ивушка растет. Хотя, порой она так бывает необходима. Однако, все же повезло. Ну, вот, спустилась в низину, совсем недалеко от Никитиного дома, возвращаясь домой. И я обнаружила как раз то, что мне необходимо. Это самое серебристое Ива, которое у меня практически закончилось. Ломкое, но очень хорошо образующее всевозможные контрастные полоски, если его применять на боковых стенках корзин. Да, я все время, проходя мимо, не обращала внимания, принимая все это за засохшие стебли крапивы. Ну, а поскольку вода спала, и можно уже позволить себе пошляться в низине, что ж, будем брать, раз так повезло. Надеюсь, что мне ее хватит с избытком. Вернулись домой с добычей. Собаке костей нет, кости завтра обещали нам привезти. Пока придется угощать вас вкусняшками, что перепали от дорогих гостей. А мне надо рассортировать Иву и приниматься за корзиночку. Так лишних не бывает. Небо между тем начало проясняться. Ну, вот сейчас, как всегда, по закону подлости. Не в избушке сидеть, плести, а на улице солнышко засияет. Да, всегда. Так оно всегда бывает. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. И иногда приходится делать не совсем то, что хочется. Это я не то, что про плетение, а про погоду. Потому что с каждой минутой небо становится все более прозрачным. И скоро все зальет синева. Ну, тучки расходятся. Ладно, будем выбираться на улицу почаще. Добоваться на цветочки, которые у меня вроде как уже расцветают. В избушке пробудился Бонифаций, сделал потягушеньки, несколько раз зевнул и явно собрался пойти пошляться. Кстати, Бонечка, я тут у Ники кое-кого на видео видела. Этакий компроматик на вас, сэр. Кто морожку вчера пытался вытащить на улицу, а потом с ней по деревьям лазил. Ника, бедный, вас минут сорок, наверное, послать. Ой, Кошакин. Ну, ладно, закусить на дорожку и пойти свежим воздухом подышать. Отоспался. Вот интересно, куда его сегодня занесет. Наверное, опять в савиный дол девицу обихаживать. Ну, всё. Прути на обод и стойки притащила, карьку спать уложила, проволоку распустила. Приготовила инструментик. Вдохновляясь, полюбовалась на громадную ступку кашпо для савиного дола, которым предстоит ещё сохнуть. И тут мой взор упал на блюдо, которое позарез надо сегодня упаковать. Вот уж действительно каря. Деменция подкралась незаметная. Ребята ведь завтра уезжают в Москву. Ждёт их дальняя дорожка. Ну, а с возвращением в тот же день. А посылочку надо запаковывать. Откладывается процесс. И хвала богам, чтобы Нефаций выскочил на улицу. Ну, хотя побыстрее управлюсь. Однако, стареет Ирина Александровна, стареет, забывает о самом важном. Ладно, постараюсь управиться побыстрее и взяться за новую корзиночку. Как же я всё-таки люблю эти коробки с кормом для некийных животных? Есть дек, который принимает всё в своих коробках. По мне, совершенно не подошли бы те, которые продают на почте. Для меня, главное, неказистая, чёрти какая, с изрыванной пупырки, но упаковка, которая позволяет превратиться моим деревяшкам в настоящий кокон и быть надёжно профиксированным мне внутри тары. А из двух коробок можно слепить одну к любой конфигурации. Ох, всё-таки здорово, что Бонечка гуляет. Иначе бы я сейчас возилась куда больше, пытаясь его куда-то отогнать, выпроводить, отвлечь. Ну, всё. Берёмся за скотч, упаковываем. И, к сожалению, всё будет отправлено из Москвы не сразу, потому что моя дочь Мария, которая получит это послание по непонятной упаковке, сможет его отправить по назначению только после такого грандиозного мероприятия, как рептилиум. А он уже не за горами. О, боги! Кому-то праздник и поездка, а кому-то снова возможность поработать смотрителем совиного дола. Да нет, нравится мне это, конечно, но ответственность, и это ведь не на один день. Так что посылочка отправится в дальний путь только после рептилиума, то бишь в начале следующей недели. Но главное, в Москву доставить, потому что с нашей почты это нереально. Ну, всё, управилась. Получилась такая объёмная коробчонка, щедро обмотанная скотчем. Но этот очень не развалится. А я принимаю за новую корзинку. Ну, не то, что плела в последнее время, а наподобие двух первых. Мало ли, вдруг кто приедет за грибами, кому-то можно подарить. В нашей местности от лишней корзинки никто не откажется. Не с ведром же пластиком за грибами ходить. И хвоя не выпадает, и не проветривается, и хранится не так долго. Но, к тому же, пластиковое ведро это как-то не по-нашенски, не по-деревенски. А потому пусть корявые, но достаточно долгоживущие и прочные корзинки. А за окошком голубое небо промелькнуло. Ох, ладно. Ещё успею налюбоваться. А пока надо начинать и, как всегда, с нуля. Всё шло своим чередом до того момента, пока тучи не рассеялись и не засияло солнце. Как же тяжело в такую погоду сидеть в избушке. А потому, одев куртку, отправляюсь кормить гранда. Это хотя бы какой-то повод для того, чтобы выбраться и полюбоваться на всходы о первых пчёл, которые уже начали сновать около подснежников, что нам подарили. Ай! Да, в такую погоду работать не хочется. Но, тем не менее, надо продолжать. Ладно, до завтра. Ну, а пока всем здоровья и удачи. Увидимся вновь. Погода завтра наверняка будет просто великолепной. Желаю всем подобного. До свидания.